здравствуйте друзья с вами роман и сегодня хотела поговорить о галитозе это неприятный запах изо рта такой профессиональный медицинский термин и я думаю что многие из нас даже не знаю что у нас есть неприятный запах изо рта обычно это говорит партнер вот мужчина женщина с кем близко общаетесь ну некоторых устраивает например такой запах они могут ничего не говорить потому что проверим проводили эксперименты израильские специалисты и самый вонючий газ на земле как бы давали дышать людям люди дышали как в одни ничего нормальный запах другой вообще невыносимый третий ну так нейтрально то есть мы еще на запахе реагируем по-разному поэтому какой-то неприятный запах изо рта он ну условно условный скажем да для кого-то это норма для кого-то это плохо пахнет а для кого-то это просто омерзительно бывает встречает что это трупный запах изо рта бывает запах ацетона естественно когда происходит диагностика то каждый специалист уже понимает что когда происходят какие-то проблемы с органами серьезные специалисты на эндокринолог там или энтеролог гастроэнтеролог они уже понимают что да вот есть определенные да для язвные болезни желудка характерный горьковатый кисловатый вкус во рту например да вот и мячный аромат сигнализирует на нарушениях работе почек и так далее то есть такие моменты они как бы да имеют место быть при выявлении и диагностирование каких-то заболеваний и так что же может вызывать неприятный запах изо рта первое но естественно неправильный образ жизни понятие просто обширное огромное и вообще как я не договорил можно еще выявить неприятный запах изо рта помимо с вашего сексуального партнера или близкого друга это ладошку прикладывать и дышите в ладошку и потом запах остается второй вариант это можно тест с ложка взять чайную ложку ты и вернуть ее несколько раз провести по поверхности языка и останется на поверхности налет белого цвета или слюна запах исходящий от них он конечно если он будет зловой то вы почувствуете и запястья лизнуть можно дать ли мне высохнуть запах потом вы почувствуете если он будет то есть определенные бактерии которые там живут они выделяют то есть процесс жизнедеятельности бактерии выделяет запах это то же самое можно сравнить как будто вот мужские носки когда мужчина носит долго не стирают или изначально уже такой запах который тоже кстати имеет как и запах изо рта свои нюансы когда почему возникает подобное сравнение и двигаемся дальше да почему же может возникать первое это неправильный образ жизни человек много белка есть много мяса и есть вот запах естественно будет исходить много животной пищи есть белок не успевает перевариваться и имеется запах естественно кариес кариес он тоже возникает по разным причинам но если взять приобретенные причины Это опять же неправильное питание, неправильная гигиена полости рта, человек нитками не пользуется стоматологическими, так называемый флосс, человек неправильно чистит зубы, неправильно выбирает зубную щетку, кому-то пасты не подходят. Я, например, лично уже давно перестал зубными пастами пользоваться, как бы чищу просто водой и зубной щеткой, все у меня замечательно и прекрасно. Как только неправильно начинаю спитаться, сразу появляется налет на зубах, как только начинаю более-менее, для моего образа жизни, как я живу, питаться более качественно, правильно, то сразу зубы сами по себе отбеливаются, становится, железнодезна уходит, становится такой. Ну, естественно, зубы идеально белые не могут быть, это все-таки голливудские вот эти улыбки, которые западная цивилизация в умы наши внедряет, оно противоестественный человек, все-таки легкий такой желтоватый налет у зубов должен быть, особенно у вегетарианцев и сыроедов, ну и тех, кто плохо следит, естественно, за своей полостью рта. Существует, естественно, помимо очищения зубов, то есть существует, как правильно чистить зубы, вот, очищение языка и внутренней поверхности слизистой полости рта, то есть все это очищается, есть различные средства от устранения запаха, при полоскании рта. Ну, я вообще не рекомендую им пользоваться, на самом деле, просто нужно найти причину, почему плохой запах, или гигиена полости рта, или какие-то заболевания внутренних органов. Так, значит, еще бывают стрессы. Стрессы, и вот они тоже могут вызывать неприятный запах изо рта, то есть кариес, который, я не говорил, бывает у человека, он может образовываться от неправильной гигиены, от неправильной питания, человек не использует нитки, зубные застревает, пища между зубами, и там, где постоянно она находится, начинает перегнивать, микробы начинают повреждать эмаль зубов, и образуется кариес. Когда ходите к стоматологу, стоматолог может лечить неправильно зубы, вот, то есть кариес где-то в полостях может оставаться, недолеченные зубы, вот, где-то под коронками, где-то отклеилось, и так далее, табака, то есть тоже запах может оттуда поступать. Когда происходят какие-то повреждения периодически, там, слизистая рта, тем же, теми же нитками зубными, когда постоянно активно будете пользоваться, можно повредить тоже будет, ну, какой-то небольшой запах. Вот, курение, естественно, может вызывать табакокурение, просто жевание табака, ну, это естественный процесс. Когда человек много сладкого ест, там, много консервированного ест и так далее, естественно, образуется кариес. Когда есть какие-то проблемы, там, с желудком, например, гастрит, там, с тринадцатиперстной кашкой, доденит, там, с тонкой кишкой, энтерит и так далее, колит с толстой кишкой. Все внутренние органы, вся пищеварительная трубка, она с друг с другом связана, то есть в совокупности ЖКТ, да, то есть почки, там, печень, они все с друг с другом связаны. То есть когда какие-то гормональные сбои, там, какой-то дисбактериоз, все это влияет и на полость рта, то есть на образование. Какие микробы у вас, когда вы заболели, например, да, то есть у вас либо отравление какое-то, либо проблема с дыхательной системой. То есть, естественно, все это взаимосвязано в организме, мокрота начинает выделяться, опять же запах изо рта начинается. Но это уже заболевания такие конкретные. Какие-то эндокринные расстройства, избыточная масса тела может быть. Вот, проблемы со слюными железами, то есть это целая история. Сам я когда-то работал в челюстно-инцевой хирургии, сам наблюдал за слюными железами. Камни не только могут в почках образовываться, в желчном пузыре, но и в слюных железах. Во рту тоже они могут образовываться. Воспалительные процессы, камни образовываться. Вот склонность к газообразованию, метеоризму, она у человека бывает не только из-за нарушения баланса микрофлоры, но и опять же человек неправильно поел, не может перевариться что-то, намешал всего, водой запил и так далее. То есть факторов очень много. Иммунодефицитные какие-то состояния, но это уже крайности как бы, да, то есть когда уже человек болеет какими-то конкретными заболеваниями, естественно, это имеет место быть. Во время беременности, то есть многие женщины, когда находятся в положении, да, то есть уже какой-то триместр беременности, там первое, второе. Во-первых, у многих женщин беременность протекает не всегда неправильно в анатомической, скажем так, физиологически она не очень правильно протекает, потому что всегда есть какие-то отклонения. И причем у здоровых совершенно женщин, я еще ниже буду говорить какие-то некоторые моменты, сбои в работе. Вот, кстати, когда женщина питается, стандартно переходит беременность, она не меняется образ жизни, естественно, ей больше кальция надо, больше витамина D, больше витамина, потому что ребенок растет, он развивается, а до этого, возможно, и не было накоплений до беременности, и, естественно, кальций резко изымается из зубов. Сам, когда переходил в свое время на сырождение, неправильно переходил, и, естественно, были проблемы с зубами, эмаль уходила сначала с одного зуба, с другого зуба, то есть я еще много что не знал методом проб и ошибок. Правда, это очень давно уже было, там, больше восьми лет назад, поэтому с тех пор очень много воды утекло, вот, пришло глубочайшее понимание на всех уровнях о питании, о здоровье. И с тех пор много лекций уже снято, много уже проверено на своих пациентах, людей, которые обращаются к нам, клиентам, как угодно называйте. И когда человек начинает менять свой рацион питания, ну, происходит, скажем так, меньшее повреждение и зубов, и костной ткани, и так далее. То есть нужно об этом думать. И либо разговаривать с лечащим доктором, у которого вы наблюдаете, вот, гинеколога, либо самому человеку быть подкованным, либо иметь рядом какого-то человека, который всегда подскажет, что происходит. Итак, ну, неправильный рацион питания, как я уже говорил, это вот много фастфуда, консервированной пищи, и богатый углеводами, газировыми напитками, избыток белка. Есть еще, конечно, лорзаболевания, но их гораздо меньше, 10% отмечают специалисты, когда заболевания лорорганов происходит, ухо-горло-нос, да, так называемых. Ну, и, естественно, другие заболевания, которые могут связаны, или, может, грибковые какие-то заболевания, онкологические, о которых я еще не сказал. То есть, видите, какой букет заболеваний. Любое питание, любое питание, оно должно быть сбалансировано, будь то в съедении, будь то веганство, сыроедение, то есть, неважно, какой образ жизни пропагандируете. Можно на любом питании идеально выглядеть, идеально себя чувствовать, как бы, да, не иметь лишнего жира, вот, и понимать, как работает организм. Конечно, не все могут родиться диетологами, не все могут родиться врачами, специалистами в этой области. Естественно, приходится обращаться к специалистам. Мы всегда открыты, пожалуйста, обращайтесь на личные консультации, подскажем, направим. Вот. И во многих случаях, можно сказать, к стоматологу провериться, начав с этого, провести профессиональную чистку зубов, если есть камни или налет, убрать его, посмотреть кариес, поменять какие-то коронки, пломбы, потом посмотреть свой рацион питания, можно к диетологу прийти, можно к таким, как мы, специалистам, обратиться, тут без проблем. Вот. Ну, естественно, просто, как рекомендуют, ну, неграмотные врачи, или традиционный медицин, давайте там всякими зубными пастами специализированными будете чистить, как бы, да, это все устранить. Да, временно запах какие-то устраняются, там полоскания, различными бальзамами полоскать, но это тоже не есть хорошо, почитайте состав. Это не очень хорошо, на микрофлору полустирта влияет. Есть очень много различных трав, которые можно заваривать, да, там это и мята, и кора дуба, и аптечная ромашка, шалфей, то есть все вот эти вот вещи можно заваривать не только не резким кипятком, ну, хотя бы там 50-60 градусов, и потом настаивать и вот это все выпивать, различные травяные сборы. Есть еще также перекись водорода, вот активированный уголь, но такие экстремальные, я бы уже не советовал без специалиста это делать. Прополис, полоскание с яблочным уксусом, имбирный корень и так далее, то есть есть различные средства, но опять же, это все из пушки по воробьям, то есть всегда надо найти причину, причину, по которой у вас есть запах изо рта. Есть, скажем, заболевания генетические, которые вшиты уже в программу, то есть человек с этим родился, то есть, ну, по другим терминологиям можно сказать, это кармические заболевания и так далее, то есть не всегда болезни можно вылечить, есть болезни, которые и вызывают, и порча вызывается и так далее, то есть такие уже экстремальные, скажем так, разновидности, традиционная медицина в них, конечно, не верят, но они имеют место быть, то есть когда это все убирается, это все проходит. Будут какие-то вопросы, пишите свои комментарии, просвещайтесь на консультации, увидимся в новых выпусках, все доброе, до свидания.